Капитальный ремонт многоквартирных домов сегодня волнует и жителей, и правительства, и управляющие компании. Это серьезная проблема, тесно связанная с состоянием жилого фонда и общественным интересом к нему. Закон о капремонте 2014 года обеспечил безопасность и комфорт проживания в многоквартирных домах, установив сроки выполнения восстановительных работ. Закон о капитальном ремонте многоквартирных домов четко разделил, кто и как проводит работы. На местные власти возложена ответственность по организации и контролю над капремонтом, а собственники собирают деньги на него. Сумма взносов рассчитывается по усредненным показателям доходов и составляет около 9 рублей за квадратный метр. Сумма зависит от категории дома. Большая часть многоквартирных домов в Кашхабльском районе находится в поселке Майском, а также в районном центре и Дмитриевском сельском поселении. Весь этот жилой фонд, несомненно, со временем должен ремонтироваться. Этим в республике занимается некоммерческая организация «Адыгейский фонд капитального ремонта». В настоящее время подобные работы проводятся в одном из многоквартирных домов майского сельского поселения. Цель вашего визита в майское сельское поселение? Целью являлся ход капитального ремонта на данном многоквартирном доме «Заводская-35». Мы были здесь, по-моему, в феврале месяце. Уведомление, когда написали, что у них ремонт будут, выслушали на собрании собственников, что у них в программе мы им рассказали, какие виды работ, но собственники относительно скептически отнеслись ко всему этому, но разъяснили, и сейчас практически 80% работы завершен. Они поверили, и я считаю, что люди довольны. Но, тем не менее, сегодня собираемость в данном многоквартирном доме составляет 78%, но они уверены и при главе сельского поселения сказали, что до конца года они закроют, то есть выйдут на среднестатистический по России на 95%. Это касается не только этого дома, касается всех. Все зависит от того, какая собираемость будет у собственников. Чтобы что-то делать, собираемость должна. В Кашхаблинском районе это порядка 980, около 1000 лицевых счетов. На майское сельское поселение это половина на них приходится, то есть и половина сборов, практически больше, чем половины сборов здесь сидит. По Кашхаблинскому району мы ремонт делаем в этом году в рамках краткосрочной программы в двух многоквартирных домах, это здесь, и Дмитриевское сельское поселение, там по шоссейной один дом, но там частично, значит, ремонт фасада, а отмостка, входную зону, там двери. Вот такая ситуация на сегодняшний день. На сегодняшний день выполнено 80% работ, и завершены они будут в конце августа. Какие работы здесь были проделаны? Здесь были проделаны инженерные сети по подвалу, это отопление. У них проблема была серьезная. А в плане что? У них дополнительные насосы стояли здесь, потому что дом стоит на конечном, и часто завоздушивание было. Мы эту всю полностью реконструкцию сделали, и сделали по-другому. И, то есть, убрали эти насосы, а раз насосы убранные, то есть потребление электроэнергии, тоже меньше стало. Это на собственниках уже, их деньги уже сэкономлены. Здесь входная зона, здесь были деревянные окна, они полностью прогнившиеся. Входная зона деревянной двери, сейчас металлические антивандальные, окна стоят, и существующая кровля, кровлю поменяли. Вы сказали, что на 80% работы сделано, а какие еще 20%? Здесь, вот, входная зона в подвал, она довольно-таки разрушена, не знаю почему, но навесы, которые были убраны, были естественные, все осадки туда попадали. Сейчас все это мы выравним, сделаем, сделаем навес, и все. Какие сроки? Так, сегодня у нас 13-го, я думаю, что числа 25-го, 30-го августа завершим работу. За ходом работ следили, а также принимали активное участие жители дома во главе со старшей по дому Галиной Муратовой. Галина Николаевна, как давно вы живете в этом доме, и довольны ли вы прошедшим ремонтом? Ну, в этом доме я проживаю 21 год. Конечно, мы долго ждали этого ремонта, но, как, посмотрите, вот сейчас что сделали, конечно, мы надеялись на своих жильцов, то, что жильцы у нас молодцы, все равно все оплачивали. Там единицы, но единицы те квартиры, кто не проживает. А так у нас все молодцы, все оплачивают, дружные. Ремонт, конечно, хороший, все нам нравится. Спасибо, конечно, всем представителям, которые помогали здесь, ребята все делали, молодцы, все очень хорошо. Они дружные, но и у нас жильцы дружные. Все, что не делалось, спасибо жильцам. Все делалось быстро, активно. Что-то где-то только упало, все убирали, уносили, подметали. Все это, конечно, все. Молодцы, конечно. И спасибо всем, кто свыше начальства нас поддержал, когда мы решили делать этот ремонт. Не отказали. Хочется отметить, что в перспективе, по мере поступления средств, будут ремонтироваться и другие дома. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабского района.